всем привет ребята здравствуйте с вами братуха это игра warobots и у нас новость от 9 апреля к сожалению я устаю на работе и не на все обращаю внимание новость у нас вот 9 апреля в группе war новости от разработчиков номер 39 озвучено и переведено вернется перевод благодарим сообщества robots rus вот озвучено будет братухой автор статьи александр габкала спасибо ему большое и спасибо саша за сочувствие спасибо саша не ожидал думал что ну как бы наверное скорее что ты меня и ненавидишь как и прежде как и все остальное но мы все люди и каждый по-своему индивидуален и каждого нужно воспринимать таким какой он есть они переделывать людей на под свой на манер до под свой склад какие есть такие есть такие таких людей надо терпеть любить ненавидеть или уважать вот в общем прочитаем статью перевод от александра габкала обновление сообщества 039 нерв синдер отменен новые линии снабжения переработка следующие карты и так далее так сейчас в общем всякое такое надо сейчас сделать для того чтобы начинать съемку хотя мне говорили не съем а дата мне говорили надо читать съемку так съемку а вот у меня тут же одна интересная новость такая за высвечивала сейчас я вам ее покажу так это уже конечно я чё-то до находился забыл на паузу нажимать или не нажимать чего делать я не знаю блин это такая засада ну на паузу нажму он продолжает в общем че такое странно обновление сообщества там барабаны бьют интересно музыкальное какая-то сопровождение у гавкала сделано или нет ну ладно в общем это не суть только что мне бабахнула уведомление на телефоне вот сегодня 15 25 спалился съемкой перевод от дмитрия александровича 1000 рублей на визу упала привет дружище привет передаю дмитрию александровичу спасибо большое за донат спасибо большое за поддержку материальную братуги потому что кроме вас в ртуку никто не кормят спасибо подписчикам и донатером лютым которые братуху прямо поддерживают материально потому что от youtube уже как говорится денег нема вот за кварплату платим вот с помощью зарплаты вот а по сути все остальное вот детям это вот с ваших денег так что ребят спасибо вам большое ну что ж кто хочет кто может помочь поддержки братухи да то есть не поддержки канала поддержки братухи реквизиты находится в описании этого видеоролика там на киви кошелек и на сберкарту и так далее то есть канал я и так виду да для вас мои дорогие ребята а все остальное ну вот чисто от вас спасибо большое давайте почитаем статью да ну это я не мог не показать по ним поймите меня правильно спасибо дмитрий хорошо мы согласны с тем что нерв ослабление синдера не так уж необходим ваши комментарии на тестовом сервере заставили нас пересмотреть данные если подумать они не выглядят таким уж пугающими честно говоря при принятии решений связанных с балансом мы в основном руководствуемся статическими данными они устными отзывами но мы читаем и внимательно изучаем все что вы оставляете в формах обратной связи это занимает у нас несколько часов каждую неделю каждую неделю ребятам мои дорогие ребятухи вот дмитрий александр капкала перевел статью от разработчиков разработчики конечно же у нас ребята не дураки да они у нас умные все там с высшим образованием вот но лицемерные лицемерие там ребята выше крыши ну а как же иначе надо быть такими лицемерными иначе я бы только уволен заменят на какой-либо другого так вот в чем ребята моя моя ненависть и негодование а в том что вот они быстренько бах-бах и почитав комментарии от вас и плюс прикинув морковку к носу не устные отзывы да а вот так 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 что тут написал вот пересмотреть данные вот они данные статистические данные видите вот и приняли решение синдер нерфи ребят сколько как вы думаете разработчикам понадобится времени чтобы понять что но нерфить вот эти вот кривометы ну просто треба треба и незамедлительно народ бесятся народу народ умирает от кривометов то есть донатеры каждое обновление каждый выход нового чего-то постоянно пиздит народ просто пиздит не воюет а пиздит раньше они пиздили на хэллбургерах толпой раньше они потом они бегали еще на каких то роботах еще на каких-то потом летали на в мирах тип потом бегали на шеллах потом бегали на ревенантах теперь они летают на сидра с кривометами ребята я понимаю что разработчикам нужно товар продавать им нужно продавать иначе их самих продадут или уволят вот но не так уж рьяно прямо делать из пушки такую страшную имбу что стонать стали даже бывшие донатеры которые сейчас не могут в русском сегменте за донатить но у них топовые роботы топея некуда топея чем меня некуда но по связи с этими последними событиями политическими не могут они себе кривометры позволить так вот все это чушь на мой взгляд разработчики мы читаем и внимательно изучаем формат обратной связи это занимает нас несколько часов каждую неделю а я бы здесь буду писал мы читаем мы изучаем но нам насрать мы будем гнуть свою линию вот это конечно печально вот по этому поводу я высказался разработчики они нихрена ничего не 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 делают для нас они делают для себя вот это вам нужно знать каждый для вас и так принципе знает что они все работают для кошелька хозяина который их бы не уволил и конечно же ребята разработчиков можно только пожалеть посочувствовать такую там чего жалеть у них зарплата там 200 тысяч рублей хулик жили а вот приехали бы они ко мне тут поработали бы как я блять за 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 мою зарплату и посмотрели бы блять как бы они бы эти кривометы бы понерфили бы через день или через два ладно в общем давайте дальше отвлекся я чуть-чуть что касается хеймдейла мы заметили что многие из тех кто им управляет считают баф усиление недостаточным теперь у хеймдейла на 10 процентов больше прочности больше на 10 очков защиты при полной прокачке и на 15 процентов больше способности ко всему исходящему ремонту пока что мы довольны увеличенным временем жизни титана посмотри как будет работать баб долгосночном перспективе понимаете слава яйцам что разработчики еще довольны а вот что касается хеймдейла мы заметили что многие многие из тех кто им управляют считают баф недостаточным представляете ну так конечно ребята они же им управляют вот например у нас нет хеймдейла мы считаем что этот баф излишний титан не должен быть таким он должен умирать быстро то есть по сути но чё слушать тех людей которые им управляют но человек слушать они всегда хотят сделать свой танк имбой они туда вложили бабло слушать надо братуху а у братухи нет возможности поиграть на хеймдейле на разных вооружениях и сделать правдивый вывод потому что ни один из блогеров русскоязычных на кормушке состоящего персоника по не может сказать правду про роботов потому что ну нельзя новые линии снабжения три картинка gold miner дрон дрона золотоискателя который я разместил на предыдущей неделе я это видимо александр гавкала это не будет очередным специальным предложением версии 80 мы перерабатываем линию снабжения и дрон и и новый талисман это тоже объясняет идею раньше линия снабжения давала только серебро теперь она будет давать серебро золото ключи энергоблоки иногда кусочки платины все случайно порядке ну вы знаете что линия снабжения да я думаю ну знаете вот она а блин это не то так где у нас линия снабжения вот здесь вот она линия снабжения она будет давать не просто что-то там а случайно порядке что-то там вот перечисленные разработчиками вот понимаете это тоже очень хорошо так ну и давайте дальше более подробная информация так ежедневно так 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 платина f2p фокус функции остается неизменным а по-русски простым вот человеческим языком вот это вот можно объяснить нет ну да ладно ежедневно было разблокируется один бесплатный груз еще несколько можно разблокировать просматривая рекламу более подробную информацию появится в примечаниях к обновлению то есть линия снабжения будет другая это уже радует радует тем что нам нужна платина и другие ресурсы которые трудно добыть в игре 8.0 появится на следующей неделе о в обновлении на годовщину будет гораздо больше чем новые линии поставок в любом случае вы не пропустите крупные события поэтому вот несколько более мелких кстати по поводу годовщины игре воробус будет 8 лет соответственно мне будет где-то 7 лет как я играю и веду свой youtube канал в направлении игры воробус 7 лет вэйланд и рейджер станут более мобильными вэйланд получит возможность ходить в режиме ремонта а егерь больше не будет застывать на месте при переходе из одной стойки в другую однако мы сократим радиус действия вэйланда до 80 метров так как не хотим давать ему слишком большой баб усиление честно говоря вот это вот все что с паучками сделали это хорошо кстати вот недавно я увидел паучков в игре вот и это очень хорошо но с другой стороны зачем вот что-то нерфить радиус действия у вэйланда до 80 метров не понимаю потому что в чемпион лигах я не вижу этих роботов я не вижу их и я сомневаюсь что их кто-то качает в других лигах более низких зачем нерфить то что никто не качает не понятно вскоре после релиза мы планируем добавить мастерскую что-то крутое что-то быстрое агрессивная с двумя тяжелыми слотами может быть может быть знак вопроса не может быть если они спрашивают знак вопроса то я отвечаю не надо не надо нахрен ничего делать более агрессивно не агрессивно это хрен с ним а вот более быстрое делать не надо потому что мы не успеваем своими кривыми пальцами попадать по тем быстрым ровным которые сейчас клепаете вы летал фавнир и в него трудно было попасть а теперь бегает этот чумовой херпи у него тоже нельзя попасть ну что-то за беда начала ну ужас короче ужас в обновлении 8.1 не будет новых роботов это значит что в мета тесте будет больше места для skyros нам очень нравится как этот робот чувствует себя и играет то есть в обновлении 80 появится робот skyros а потом ничего не будет 81 то есть заранее себе уже такой поставили план 10 до июня и пиздолиз здорово здорово самое главное когда ты сделал домашнюю работу на будущее на пару месяцев вперед а потом сиди делай какие-нибудь глюки в игре и исправляя их и нихерна не делай и получать зарплату новости о картах мы завершили все необходимые тесты для спринтфилда переработанная версия работает быстрее выглядит более просторный и свежий имеет больше деталей мы готовы развернуть ее на основном сервере надеемся на следующей неделе вы сможете видеть ее своими глазами вот это да вот это прям не очень приятно я видел карту спринтфилд вот эти вот города я конечно не а это другая карта решение спринтфилд я видел там из труб будет огонь гореть и вообще карта будет четкая красивая я надеюсь что на ней будет прямо ну не будет лагов да будет меньше лагов хотя бы это я очень жду вот это да вот это мы ждем все очень до новые карты новые переработки и вот старые переработки и так далее следующая на очереди карта женщин над ним и работаем уже довольно давно этот скриншот сомнительного качества предполагает что в новом женщине будет и элемент лора истории так вот это у нас тут элемент лора истории в общем карта будет тоже четкая вожди качестве все будет хорошо именно так они видят карту во время там ну вот так они видят карту мне лично нравится мне лично нравится так и что там дальше вот еще один получше скриншот да вот скриншот такой вот так выглядит и вот горит скриншот получше не карта женщин тоже красивая главное чтобы она не была голубая как в тот раз тут и голубую сделал вот и после женщине мы очень хотим приблизиться к той самой одной пропущенной карте мы скучаем по ней также как и вы ребята кто новенький не знает не мантау и мантау это карта самая дальнобойная во всей планете игры воробот во всем мире до вселенной игрового самая дальнобойная карта вот и я вам что хочу сказать ребята у меня много видеороликов с этой картой я на этой карте впервые увидел как робот катится вниз и очень долго смеялся над этим да мы все с вами это видели кто олды зная до старая школа вот автор пик соник то в слаб пик соль коммити менеджер публикал 8 апреля период адаптация фан сообщества робот русс историк источник фанса собр и дед валкиного робота бейди вот на ссылке все можно ребята зайти посмотреть чтобы не пропустить новости туда заходить самим и читать на чисто английском языке в общем тохло написал габкала перевел и ребята в принципе молодцы за что им дружно все скажем большое спасибо посмотрели узнали кто не знал кто на официальную страницу не заходят а таких много потому что их банят да и соответственно если сейчас габкала меня смотрят я хочу обратиться габкала чтобы он там потому что они очень тесно связаны с этими админами которые в группе воробот засели дружбаны на век поговорили с этими дружбанами на век и попытались бы как бы разбанить всех людей в группе воробот седать всем второй шанс вот а по поводу беспорядка токсичности и так далее это ребята надо мозги свои лечить потому что нельзя ну людей называть токсичными если в игре реально есть проблемы а в игре есть проблемы вот если бы в игре не было бы проблем тогда бы я сам бы встал бы на защиту вас например да и называл у всех людей кто критикует токсичными но дело в том что проблема есть в игре проблема в игре есть если люди высказываются этих проблемах это называется токсичные игроки. Нет. Это критика и недовольство. И вполне понятно и разумно, почему люди так делают. С вами был Братуха. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, здесь лалки. Оставляйте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока.